Девушки отдыхают 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 И с ними еще идет такая зачистка со стороны Азербайджана, безусловно. Но в целом, в целом, флаг Азербайджана в Ханки-Анды, господин президент его поднял, в Ходжалы. И это не просто такая дань памяти всех тех людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы это осуществилось. Поэтому, конечно же, и речь господина президента перед этим флагом о том, какие чувства его самого переполняли, это мы ощущали. И, конечно, мы чрезвычайно благодарны всем тем, в первую очередь нашему главнокомандующему и тем нашим военным ребятам, которые осуществили эту и долгожданную, принесли эту победу Азербайджану. Есть очень много факторов, которые говорят о том, что нужно было для этого, какой путь прошел Азербайджан за эти 20 лет для того, чтобы это все осуществилось. Это действительно непростое время. Это время очень тяжелых потрясений, серьезных, определенных, будем так говорить, решений. Но глобально было здесь то, что четко было поставлено с самого начала, с первого дня своего президентства, господин президент выбрал четкую стратегию. И эта стратегия, она уже на сегодняшний день, можно сказать, что нашла свое осуществление. Одно из направлений этой стратегии было возвращение наших оккупированных территорий. Поэтому, конечно, что этому сопутствовало? Укрепление экономики, создание мощной армии, все социальные программы, которые в Азербайджане, сопутствующие вот этому все шло. То есть это такой комплекс всего, что в конечном итоге дало возможность Азербайджану вот сегодня говорить о том, что это не просто страна. Это лидер не только этого региона, это страна, которая предлагает более расширенном, будем так говорить, формате, уже далеко за пределы нашего региона, стратегические проекты, контакты с Европой, контакты с очень многими странами Центральной Азии и вплоть до Китая. Поэтому здесь, понимаете, такой открывается невероятный вообще, такая невероятная перспектива будущего для нашего региона, что только, будем говорить, человек, который не очень дружит с головой, может отказываться от участия в этих проектах. Поэтому, конечно, наши соседи должны уже включиться в этот процесс подготовки к мирному соглашению. К сожалению, мы видим еще очень много проблем на этом пути, но я думаю, что рано или поздно этот вопрос решится. Да, об этом тоже будем говорить. Я полностью соглашусь, Жанха, мы живем в историческое время. Мы современники этой, знаете, как этой непростой истории Азербайджана. Мы стали свидетелями, в том числе, как печальных страниц оккупации территории Азербайджана. Но и той счастливого конца, скажем так, когда территории освобождены, суверенитет восстановлен. Но мне хотелось бы узнать мнение еще и Асим Мелем. Асим Мелем, что для вас это означает? Вот знаете, какой-то этап уже позади все-таки, вот этим можно сказать? Это победа. И то, что президент поднял флаг, является символической победой Азербайджана над силами зла, которые на протяжении очень долгого периода унижали достоинства азербайджанского народа. Азербайджанский народ, азербайджанский президент продемонстрировал всему миру силу народа, силы страны. И эта победа превратила нас в народ победителей. Мы чувствуем себя совсем по-другому. Мы победили, победили честно, победили в открытом бою. Да, у нас были жертвы. И это действительно очень молодые, красивые, храбрые люди. Но вместе с тем они отдали свою жизнь за Родину, за Азербайджан. И Азербайджан сегодня абсолютно другой. Эта страна победитель, это народ победитель. И мы, я уверен, благодаря этой победе будем абсолютно другими темпами развиваться дальше, развивать свою страну, регион. И главным в нашей политике, в нашей внешней политике является партнерство, сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество. И есть сегодня возможность превратить наш регион в регион мира, стабильности и развития. Это победа. И я горжусь, что азербайджанский народ смог продемонстрировать всему миру свой дух, свою силу и своего лидера, который вчера поднял флаг Ханкян-Ди. До этого это был Аскера, Ходжалы. Все это, я согласен с Джеран Хану, очень символично и по дату, и по году. Я думаю, что сегодня у нас уже появились другие задачи. Мы сегодня должны работать, глядя в будущее. И все это случилось благодаря победе. Несомненно. Уважаемые гости, речь президента, в принципе, там была, знаете, там была и ретроспектива того конфликта и переговорного процесса. Более того, президент, как прекрасно понимающий всю эту подноготную ситуацию, когда в своей речи возвращался и период советский, как там обстоялась ситуация и так далее. И где-то в итоговой части он коснулся такого момента. Он говорил о том, что все это должно стать, знаете, как неким уроком. Неким уроком. Если позволите, я просто приведу цитаты. Что говорит президент? Он говорит, все, что я говорил, я притворил в жизнь. Это знают все, в том числе и в Армении. И пусть не забывают этого. Пусть не забывают отечественную войну. Пусть не забывают антитеррористические мероприятия. Если какая-то сила в Армении все еще думает о реванши. Пусть внимательно посмотрят эти кадры. А ведь на самом деле это один из ключевых моментов с точки зрения, если мы говорим о будущем устойчивом мире в нашем регионе. Потому что хотим мы, не хотим Армения наш сосед. У нас с ними продолжительная граница и так далее. Как вы считаете, как вообще вы оцениваете в целом настроение соседней Армении, особенно после всех тех событий, череда событий, которые мы имели в сентябре 2023 года? Я думаю, что если бы со стороны не было бы такого сильного давления на Армению, а мы это ощущаем и видим, безусловно, Армения уже реально подошла бы к тому, что надо подписывать мирный договор с Азербайджаном. Мало того, подписывать мирный договор. Нужно уже включаться в те проекты, которые будут в нашем регионе. Потому что, как вы видели, что и неоднократно и азербайджанская сторона это говорила, и со стороны президента Турции это было озвучено, что это как бы последний шанс для Армении. Если они отказываются от этого, то мы все равно открываем эти коридоры, но просто это будет очередной раз, и Армения будет опять как бы вне вот этих всех процессов. Поэтому, с другой стороны, Армения выступает, и в главе, и с своим премьер-министром озвучивает, что да, нам нужно начинать говорить о открытии коммуникации с Азербайджаном, с Турцией. То есть, если вы реально понимаете, что это нужно делать, так надо в отношении, в этом направлении делать какие-то шаги. Что еще очень важно? Я думаю, что вот Асим Малим сейчас приехал из ПАСЭС. Сегодня как раз мы разговаривали с нашей делегацией, представителями. Они говорили о том, что реально армянская сторона, даже вот там, несмотря на то, что они там выдвинули опять очередные свои претензии, говорили, там какую-то резолюцию собирались принять и приняли. Но суть в чем была? Они все равно конкретно хотят зафиксировать территориальные размеры площади Азербайджана и Армении. Причина идет постоянно такой подспутно такой какой-то со стороны как бы разговор о том, что Азербайджан на этом не остановится. Азербайджан будет иметь претензии на армянскую территорию, в том числе и открытие Зангизура. Это приведет к тому, что Азербайджан будет контролировать эту территорию. Вот эти все страшилки, которые распространяются, это как раз-таки для Армении такая красная тряпка, будем так говорить, их пугает это. Поэтому они даже где-то настойчиво говорят о том, что нет, давайте зафиксируем конкретно. Вот мы признаем вашу вот эту территорию, вы признаете нашу вот эту территорию. Поэтому здесь, видите, как все это упирается вот в такие вот разговоры со стороны. Ну, одного Блинкина достаточно, чтобы сказать, с чего вдруг он взял вот эту, потом, как правда, отнекивался, говорил, что я это не говорил, но факт, что это прозвучало. Напугать напугало. Прозвучало, что якобы Азербайджан будет новой войну, там будут какие-то реваншистские наши... Нам это совершенно не нужно. Азербайджану это не нужно. Азербайджан выстраивает мирную повестку дня, и Азербайджан хочет со своими, со всеми соседями именно выстраивать стратегические партнерские отношения. Другой вопрос, что вот, как я говорю, что очень много влияния со стороны, и, может быть, даже Армения, которая хотела бы этот вопрос уже закрыть для себя, в принципе, они уже этот вопрос, как Карабаха, закрывают, но в целом, в целом, очень много влияния со стороны. Об этом можно говорить. Это, я думаю, что даже вот Асим Мялем сегодня там, сейчас вот только приехал из Пасе, он, наверное, больше столкнулся там с этими всеми выступлениями депутатов, евродепутатов. Я думаю, что это было настолько искажено, вообще вся суть искажена политики Азербайджана там, и все эти вот возможные какие-то претензии к Азербайджану, придуманные, надуманные такие вот, знаете, все эти факты, которые очень легко опровергать. Очень легко опровергать. Вот так, как мы это опровергаем в международном суде, как это мы делаем в Организации Объединенных Наций. Ну, Евросоюз, мы сами прекрасно понимаем, и Европарламент, это та площадка, где, безусловно, влияние некоторых западных стран очень сильно, и они там как бы играют главную роль. Поэтому и все остальные, которые страны, может быть, и хотели бы в какой-то степени нас поддержать, выступить против, может быть, кто-то так, действительно, реально поддержал. Но те, которые боятся, то есть это что означает? Я не поддержу руководство, завтра я лишусь каких-то дотаций, я лишусь завтра какой-то поддержки со стороны руководства, Европарламента или Евросоюза. Поэтому здесь очень много есть таких нюансов, которые объясняют эту ситуацию. Но это долго не протянется. Ну, вы сказали о тех, кто поддерживает, и тех, которые в роли заводила выступать. Я думаю, вокруг да около ходить не будем. Мы так или иначе придем к Франции. Мы видим, что они делают. Но, Асималин, во-первых, и по самому вопросу, какие у вас ощущения от настроения в Армении вот с тем предупреждением, которое делают главы государства. Ну и, конечно, хотелось бы услышать о том, как вот все это проходило непосредственно в Страсбурге, в парламентской ассамблее Совета Европы. Есть ли там, ну, лучик надежды, что ли? На самом деле гуманизм Азербайджана и проведение очень конкретной точечной операции сильно огорчил армянскую диаспору, которая нуждается в геноциде, в крови армянского народа. Очень часто, кстати, в неформальных разговорах они и говорили, что для нас, армяне, Армении и Карабаха это просто матах, это жертва, которую мы должны принести для того, чтобы продолжать свою борьбу. А сейчас получается, что нет никакого геноцида, нет никаких этнических числых. Если сравнить то, что было сделано армянскими войсками, это этнические чистки, убийства гражданского населения, сейчас ничего этого не случилось, и они очень сильно этим огорчены. Очень сильно огорчены и те политические силы, прежде всего во Франции, там самая большая диаспора армян, их даже больше, чем армян в республике Армения, они огорчены тем, что им сейчас не на что ссылаться. И они увеличивают свою агрессивность, увеличивают эти тексты, оказывают, кстати, серьезное давление и на руководство Армении, которое боится делать какой-то шаг в направлении мира, потому что идет прямой шантаж. А Франция во всех международных организациях, прежде всего в Евросоюзе, проводит шантаж всех стран, которые хотели бы поддержать Азербайджан, хотели бы наладить более крепкие, тесные отношения с Азербайджаном. Шантажируют тех, что будут срезаны их средства в Евросоюзе, и что они будут под серьезным прицелом Франции. С чем это связано? Связано это непосредственно, я скажу открыто, политической коррупцией, потому что очень богатая армянская диаспора, она оказывает серьезное влияние на принятие решений в этой стране, на средства массовой информации, тратит огромные деньги, и для того, чтобы эти деньги для них возобновлялись, им и нужна эта риторика в отношении этнических чисток, геноцидов, а этого нет. И они очень огорчены, и очень обозлены, и я думаю, что победа Азербайджана, она действительно чистая победа. Она проведена с точечными военными операциями против военных объектов. Десятитысячное войско Армении на территории Азербайджана вынуждены были покинуть нашу территорию, и сегодня Азербайджан одновременно предлагает конкретный план реинтеграции для тех армян, которые хотят жить в Азербайджане, стать гражданами Азербайджана. В этом плане Азербайджан конкретно расписал, что их ждет, как они будут жить, какие права они получат, как граждане Азербайджана, как этническое меньшинство в нашей стране. И я думаю, что все это лежит в рамках тех европейских принципов отношения этнического меньшинства. И хочу напомнить, что еще в 92-м году, если я не ошибаюсь, ООНовская делегация по определению фактов признала самое главное то, что проблема Карабаха это проблема этнического меньшинства в рамках Азербайджана. И все вопросы должны быть урегулированы именно подобной правовой плоскости. Не каждая европейская страна, кстати, выполняет эти правила, но Азербайджан неукоснительно всегда выполнял все, что имеет отношение в отношении правоэтнических меньшинств. Даже наоборот, Азербайджан стал для многих европейских стран конкретным примером, когда представители различных религий, различных этнических групп обладают самым высоким уровнем прав, которыми, к сожалению, не во всех европейских странах могут похвалиться. И я еще заметил какой-то страх в глазах армян Армении, представителей Армении, потому что они чувствовали себя очень неуютно. Серьезное давление на них со стороны диаспоры, серьезное давление со стороны радикальных сил, и я очень беспокоюсь, что эта ситуация может быть использована в общем-то в самой Армении нагнетанием атмосферы. Мы уже знаем из истории о том, как, скажем, из Крына Унайян с Калашниковыми приехал, расстрелял армянский парламент, я не исключаю, что радикальные группировки в Армении, бывшие военные преступники, которые грабили Армению на протяжении десятилетий, могут воспользоваться ситуацией и осложнить внутриполитическую ситуацию в Армении подобными агрессивными попытками дестабилизации. И вот этот страх, он, возможно, является самым главным фактором, почему Армения не движется в направлении создания нормального государства. Без территориальных председаний к своим соседям Армения не согласилась до сих пор участвовать в тех программах, которые Азербайджан им предлагает и которые обеспечат экономический рост, социальную стабильность и нормальную жизнь нормального государства. Давление извне, конкретно из каких кругов оно идет, сегодня является самым негативным фактором, который мешает создать стабильность и прекратить агрессивные планы о реванше. Но, кстати, они об этом даже и не думают. Они прекрасно понимают, что силы абсолютно неравны. Азербайджан сегодня обладает достаточно современными вооруженными силами. Азербайджан – это самые сильные государства в регионе. И Азербайджан как сильный предлагает мир, предлагает реинтеграцию армянам, желающим жить в Азербайджане. И многие армяне, кстати, знают, что в азербайджанском государстве им будет жить намного лучше, чем в Армении. Но что делать? Страх пока останавливает их. Я думаю, что то, что сегодня Азербайджан поднял свой флаг над Ханкенби, является очень важным сигналом и для армян. В том плане, что все кончилось. Мир. Надо идти к миру. Да, будем надеяться, что они поймут. Азербайджан коснулся деятельности Франции непосредственно того, что происходит в парламентской ассамблее Совета Европы. Я по поводу Франции хотел бы двух моментов коснуться и узнать ваше мнение. Во-первых, Париж заявил о том, что будет добиваться или уже принято такое решение по поводу увеличения так называемой гражданской миссии Европейского Союза в Армении, которая занимается тем, что патрулирует государственную границу между Арменией и Азербайджаном. Они там в бинокль подглядывают, что у нас тут происходит, ходят туда-сюда. Они идут на расширение этой миссии. Становится ли в вашем понимании в условиях, когда граница не уточнена, никакой делимитации, демаркации нет, а их там количество увеличивается. Становится ли эта миссия в некотором смысле проблемой для Баку? Это один момент. Второй момент, опять же, о поведении Франции. Глава Мид Франции говорит, что будет добиваться принятие еще одной какой-то резолюции в Совете Безопасности ООН, которая будет касаться судьбы армян-карабаха, которые, в принципе, они могут возвращаться. Мы ничего против не имеем. Но французы хотят как-то по-своему. Хотелось бы в целом ваше мнение узнать по этим моментам. Я думаю, что здесь очень важный момент, если посмотреть вообще на исторически сложившиеся взаимоотношения между Францией и Арменией. Безусловно, что Армения это как бы не самое главное для Франции, а гораздо большее значение имеет та диаспора, которая находится во Франции и вообще в целом по миру. Французы, которые, французское правительство, которое проиграло на очень многих направлениях сегодня международных, будем так говорить, там, где были раньше интересы Франции и в международных отношениях есть очень большие проблемы. Это не только там в каких-то бывших колониях или на каких-то территориях, внутри самой Европы у Франции есть достаточно много проблем со своими же ближайшими соседями. Ну, это их проблема. Но здесь, как бы, Франция хочет отыграться, показать, что вот это вот та точка, где они могут проявить себя, показать себя, там, доставлять какое-то оружие, поставлять какое-то оружие Армении, вот, как вы говорите, там, наблюдательные посты поставить, открыть какие-то консульские службы на определенных территориях Армении. И что дальше? Что, Франция начнет какие-то военные действия? Безусловно, нет. У Франции просто для этого вообще и нет никаких возможностей. Даже чисто территориально, если представить себе, что, чего это вдруг Франция начнет на Южном Кавказе вот такую вот устраивать, как бы, со своей стороны такую какую-то игру. Ну, показательные выступления всегда важны. Показательные выступления к тем, чтобы показать той же самой армянской диаспоре, что, вот, посмотрите, мы по максимуму делаем все для того, чтобы, вот, помочь бедной многострадальной Армении, живущей в окружении мусульманских государств, маленькая христианская страна. Это вот обычная, как бы, фраза. При этом абсолютно забывается, что здесь еще есть Грузия, которая гораздо более христианская страна, чем та же самая Армения, но почему-то преспокойно живет и прекрасно сотрудничает со всеми мусульманскими странами в этом регионе. И в этом смысле, вот, абсолютно правильно отметил Асим Меалим, что у них страх есть у самих армян. Они понимают, что для их будущего, для будущего этого региона им надо участвовать в этих проектах, им надо подключаться к этим стратегическим всем направлениям. Но то, что на них идет такое давление, и никто не задается вопросом, что маленькая страна, или, как они себя называют, многострадальный народ, имеет в Европе только, и вообще по миру, более 13 террористических организаций. Почему-то мы не говорим о том, что у Азербайджана, который обвиняет в том, что он покушается на кого-то, ни одной террористической организации нету. А у Армении, этой маленькой многострадальной, как они себя называют, 13 только, которые мы знаем, а их может быть количество гораздо больше. Поэтому, почему об этом не говорят в Европейском парламенте, почему на это не указывают, это происходило и в самой Франции, все эти террористические акции, когда взрывали самолеты, когда нападали на турецких дипломатов, когда уничтожались определенные высокопоставленные чиновники. Почему об этом никто не говорит? Потому что это невыгодно, потому что это им не нужно. Вот тут выстраивание отношений с Арменией у Франции в том, что сегодня армянская часть населения Франции, она занимает очень высокие позиции в стране. Они на уровне парламента, на уровне там муниципалитетов, они во многих организациях. Если посмотреть по количеству, где представлено армянское население, армянская популяция именно во Франции, я не только Францию беру, вообще чисто по Европе, если взять, или Соединенных Штатов, их очень много, на разных уровнях. Конечно же, они уже работают на тех уровнях, где можно принимать определенные решения. Я даже очень хорошо помню, что один из визитов уважаемого президента, когда еще в период, когда был и Саркази, и другие президенты Франции, Ширак и так далее, в самой администрации президентов работает очень большое количество армян представленных. Они себя уже называют французами, но тем не менее, это люди, которые имеют определенное влияние внутри этой страны. Поэтому, конечно, в их понимании легко представить для человека, который живет по соседству с Армянином где-то там в Париже или в каком-то другом французском городе, и он, когда представляет эту картину, рассказывает это все, эти ужасы про нас, про Турцию, конечно, им легко это все представить. Но в целом наша сегодняшняя, будем так говорить, реальность, и это в большей степени благодаря нашему уважаемому президенту, потому что он неоднократно и в своих интервью, и в выступлениях на разных площадках международных, он абсолютно логично все это доказывает и показывает, и надо быть совершенно просто, знаете, слепым, и глухим, чтобы это все не увидеть и не услышать. Поэтому отсюда мы делаем какой вывод, кому это выгодно, и сегодня очень многие те, которые хотят как бы скрыть определенные факты, связанные с Карабахом, а сегодня они все вскрываются. Почему? Вот вы сегодня даже перед началом нашей передачи этот момент отметили, что мы видим страшную бедноту в том же самом Ханки-Анды, в тех же других, я уже не говорю о других регионах. Ведь каждый год Армения из своего бюджета, армянская диаспора, огромные вливания делали в эту территорию. Куда это все уходило? Где это все? Почему эти люди так бедно живут? Почему они в таком плачевном состоянии? Поэтому какая-то группа, которая пользовалась этим всем, которая наживалась на горе своих же людей, которая пугала этих людей, страшилки всякие устраивали, вы думаете, вот так вот неожиданно люди сорвались с места, уехали, это что, все по собственному желанию уехали? Всех так напугали, что вот сейчас придут азербайджанцы и начнется массовая резня. Почему-то ее не случилось. Чем мы их страшно огорчили? И таким образом им нечего предъявить на международном уровне, кроме опять надуманных фальсификаций, рассказов, какие-то небылицы показывают, какие-то придуманные фейки показывают, и как в международных организациях, все это очень легко опровергается. Слава богу, у нас уже есть возможности противостоять всем этим как бы фальсификациям, поэтому это рано или поздно все находит и ответ, и это найдет и определенное какое-то понимание со стороны и будем так говорить, международных организаций. В любом случае, что очень важно, сегодня абсолютно все на международном уровне признают авторитет Азербайджана возросший, авторитет нашего руководителя страны, это вплоть до того, что мы это видим и слышим из уст самих представителей, руководителей многих стран, и если так уж посмотреть, в кулуарах они говорят, что мы всегда рассчитывали на то, что вы сами решите свою проблему, то есть таким образом они нам вот этот вот карт-бланш, который они нам в свое время предлагали сделать, что надо решать эту проблему, мы-то хотели все мирным путем решить, и говорил господин президент вот в своей речи в Ханке Андре, что я все это время настаивал на том, чтобы мирным путем решать, почему, потому что не хотелось человеческих жертв, как с одной, так и с другой стороны, мы были против этого, но если уже вы так ставите вопрос, тогда, конечно, мы могли и сделали то, что мы освободили свои территории, поэтому, знаете, Азербайджан победитель, Азербайджан выиграл не просто войну, он освободил свои законные, международным правом, законно утвержденные территории, и тут не может быть двух мнений, поэтому сколько угодно могут возражать, кстати, там и не только Франция, мы сейчас вот в одну Францию как бы в этот список включили, там были многие другие, которые выступали против, я так думаю, Асим Мелем подтвердит это в ПАСЕ, но, конечно, Франция играет там главную роль. Печально, печально видеть такое. Асим Мелем, в продолжении европейской темы, сегодня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян полетел в Страсбург, 17 октября ожидается, ну, запланировано его выступление в Европейском парламенте, встреча с руководством Европарламента, он там еще какие-то встречи будет проводить. Ну, во-первых, с одной стороны, я бы хотел бы, чтобы узнать ваше мнение, не слишком ли странно, вот так получается, в Бишкек он не полетел на саммит глав государств страны СНГС, говорить с главами государств, с которыми его страна, вот, с их странами имеет колоссальный торговый баланс, с ним он состоит, хочет, не хочет, но военный орган, военно-политическая организация, то он не полетел, у него, дескать, нет на это времени, а в Европарламент вот побежал и вот, что вы думаете по этому, и правильно ли я понимаю, что Пашинян полетел в Страсбург ябедничать, пожаловаться на нас, насколько там готовы слушать это, во что это может в итоге вылиться, насколько это имеет смысл вообще? Асимарин? Я думаю, что Пашинян играет очень рисковую игру, он пошел на риск, и он делает все возможное для того, чтобы Армения убежала от России, в целом, они почувствовали, что Россия в результате своих войн ослабевает, Франция пришла к идее, что она, убежав из Африки, может себе найти новую колонию и заполнить пустоту, если Россия уходит из Южного Кавказа, и в этом плане сейчас Пашинян уже пошел на полный риск и готов играть эту игру дальше. Во что это обернется? Как он и Армения будет расплачиваться за ситуацию, потому что практически вся экономика Армении официально принадлежит России. Россия благодаря деятельности бывших военных преступников, которые на крови азербайджанского и армянского народа стали мультимиллиардерами. Качарян, Саркисян. Идзинахан сказала, что жители Карабаха в нищете. Жители Армении также в нищете, и это послужило причиной того, что Пашинян пришел к власти. Но они в нищете, а эти ребята мультимиллиардеры, и они сейчас хотят вернуться к власти. И я думаю, что поездка Пашиняна каким-то образом в Евросоюз это призыв о помощи. Спасите меня от них, спасите меня от России, спасите меня. Азербайджан тут даже не тема разговора, потому что Азербайджан во всех своих действиях действовал в рамках международного права. В рамках устава ООН, в рамках устава, кстати, с того же Совета Европы, поэтому нам придраться не с чем. А вот Пашинян пытается спасти себя, найти себе ну как бы нищу, где он может затаиться и убежать от вместе военных преступников и те страны, сил, которые за этим стоят. Ему придется расплачиваться железной дороги Армении, ее вся энергетика, вся индустрия сегодня принадлежит России. Вся энергетика сегодня находится, обратите внимание, он, значит, бежит в Европарламент, а потом в Москву и просит дайте мне еще газы. Как долго это будет заражаться? А, Семя, в Москве это не видят? Я думаю, что это еще раз является причиной, почему Пашинян побежал в Страсбург. Он хочет использовать фактор Страсбурга, фактор европейских организаций для того, чтобы обезопасить себя. Да, мы правы, в Москве все это видят. И в Москве достаточно сил внутри самой Армении для того, чтобы вопрос власти Армении решался в Армении. Каким уже это был способом, мы не знаем. Но Пашинян в Страсбург бежит, по-моему, больше от страха. По-моему, больше от страха. Вы как думаете? Россия особо много ничего делать не надо. Сколько армян проживает в России? Их, может быть, даже гораздо больше, чем в самой Армении. И ничего не стоит России вот этот фактор использовать против Армении. Это, кстати, используется. Что касается того, почему он поехал в Страсбург, вот сейчас была принята резолюция ПАСЭ, и там определенный такой документ. Кстати, вот благодаря деятельности нашей делегации, надо это отметить, мало об этом писали, это была огромная работа. Они действительно там бились по-страшному со всеми, и вот, так сказать, те парламентарии, которые нас поддержали, очень многие пункты этого документа были изменены. То есть, там фигурировали такие слова, как геноцид и прочее, такое, все то, что против нас, все это было вычищено из этого документа, и поэтому понятно, что какая цель преследовалась, вот когда принимали документ, они все время педалируют такую, значит, как бы идею, что, ну, вот если Азербайджану нечего скрывать, пускай какая-то часть европейских, вот будем так говорить, парламентариев, вот приедет туда, пускай там будут какие-то структуры европейские, которые могли бы наблюдать за тем, что там происходит. В какой стати? все, уже вопрос решен, это уже совершенно полностью территория Азербайджана, мы всех военных оттуда, ну, по крайней мере, официально всех военных оттуда убрали, и военные вооруженные силы, зачем нам там нужны какие-то еще наблюдатели, приехали в миссию, он посмотрел, увидел, что все нормально, надо будет еще раз официально, то, та миссия, которая находится в Азербайджане, не со стороны, но то, что вы говорите, это то, что вот он поехал, и какие у него там будут разговоры, сколько он опять там получит какой-то поддержки, я, честно говоря, вот, если хотите знать мое мнение, большей части, я думаю, что ему нужна какая-то еще и материальная поддержка, поэтому он не просто так едет туда, он там встречается с определенными кругами, встречается с представителями диаспоры, объясняет им ситуацию, в которую он попал, что вот я бы все хотел бы вот это сделать, но вот, к сожалению, ситуация вот такая, и правильно, абсолютно, Азербайджан говорит, что фактор России для них, это действительно такой момент очень важный, и что может случиться, если вдруг Россия захочет включить все эти рычаги, однажды один из российских депутатов, представителей из Думы, не буду говорить фамилию, очень четко и сказал, Армения просто будет стерта с карты политической, вот то, что может сделать Россия в отношении Армении, то есть Армения должна это реально понимать, поэтому мы не говорим, что мы претендуем на какие-то территории, когда нас обвиняют в том, что мы хотим открыть Зангизурский коридор, мы говорим, слушайте, пускай там стоят российские, но мы российские какие-то военные, которые будут контролировать, но мы должны быть тоже абсолютно уверены, что эта территория будет под наблюдением, потому что рассчитывать на то, что там будут стоять только армянские военные, а мы будем проезжать через эту территорию в Нахичевань, мы никогда на это не согласимся, поэтому, то есть там контроль должен быть стопроцентный, поэтому здесь есть очень много нюансов, которые вот видите на повестке дня, но тот факт, что Запад, в том числе Франция, четко установку дала «не подписывай мирный договор, пока мы не дадим тебе добро». Вот у него вот такая вот позиция на сегодняшний день. Он абсолютно не самостоятельный политик, этот человек. Эти обсуждения в Европе, ну его выступления, скорее всего, там будет как-то это поставлено по-особому, то есть это скорее о том западном повороте Армении от России, чем об Азербайджане, хотя вот есть ощущение, что все-таки Азербайджан? Конечно, безусловно, то есть, ну, в отношении Азербайджана, что касается европейского такого отношения к нам, знаете, я как-то вот об этом говорила, ну, никому не нравятся сильные лидеры. Ну вот не нравятся им сильные лидеры. И тут уже это их собственная, как говорится, позиция, и вот им так не повезло с Азербайджаном, что в Азербайджане вот такой сильный руководитель. Нам повезло. А нам повезло, поэтому мы решаем свои проблемы, не оглядываемся на всех этих европейских политиков. Они должны быть заинтересованы, потому что то, что предлагает сегодня Азербайджан, то, что находится на повестке дня в плане вот тех партнерских отношений, тех стратегических направлений, тех проектов, которые мы предлагаем, это выгодно не только Азербайджану, это выгодно и той же самой Европе. Поэтому и с одной стороны им как бы и хочется, с другой стороны они, видите, как-то вот играют на вот этих вот всех разных направлениях для того, чтобы создать видимость перед этой армянской диаспорой, что они действительно как-то пытаются влиять на Азербайджан, но ничего не могут поделать. Понятно. Асима, у нас буквально остается несколько минут, просто с учетом того, что вы представлены в азербайджанской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Дело в том, что с 16 по 23 в регионе будет с визитом комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, она посетит Армению, если не ошибаюсь, она уже в Армении, потом приедет в Азербайджан. Ну, как бы, она интересуется, я опять же говорю, все это связано с теми событиями, чередой событий сентября 2023 года, армяне в Карабахе, уехали, как там, и так далее, и так далее. Ожидается, что по итогам всех этих диалогов, разговоров, визита, она какое-то заявление сделает, или там отчет подготовит, мы это уже будем поставить. Ассамблеи, в чем реальная цель этого визита все-таки, да, и каковы ваши ожидания, потому что вот эти, знаете, европейцы... Азербайджан дал согласие на эту поездку, она приедет в Азербайджан, приедет в Карабах, в чем речь идет не только о правах армян, но тут будет очень много с ее стороны, как бы, заявлений, касающихся ситуации в Азербайджане в целом. Но я думаю, что это ее последний турне, у нее деятельность заканчивается, и скоро будет совершенно новый комиссар и новая ситуация, так что это ее, как бы, последняя поездка, не только в наш регион, но и в качестве комиссара. Были две миссии объединенных наций, пусть будет и она, и что? Ничего же не изменится. Я думаю, что как раз-таки вопрос закрывается. Вопрос закрывается, но не закрывается та ситуация, которая сложилась во Франции, да и многих европейских стран. эта ситуация связана с тюркофобией, исламофобией, расизмом. Эти процессы в Европе растут, и они стали очень важным фактором внутренней политики всех этих стран. И я думаю, что вот вы обращаете внимание на многостисленные демонстрации, митинги, протесты. Очень много было также и митингов протестов против Израиля. Антисемитизм во Франции превратился в реальную систему, угрожающую евреям, которые убегают из Франции. Тоже самая ситуация связана их отношением к туркам, отношением к мусульманам в целом. И расизм стал не только в форме дубинки в руке полицейского, который избивает, но расизм практически разрушает все принципы, которые декларированы Францией и европейскими организациями. Я думаю, что этот фактор также играет свою негативную роль в процессе тех шоу, которые создаются против Азербайджана. И я думаю, что мы смогли во многом объяснить тем странам, которых нет активной армянской диаспоры, где не так сильны политические коррупционные процессы, как во Франции, мы смогли объяснить роль и значение Азербайджана для будущего Европы. И никаких санкций серьезных не может идти речь, потому что сегодня Азербайджан и в области энергетической безопасности, в области серьезных транспортных систем и возможностей новых инвестиций меняет ситуацию в Европе в целом и в ближайшее время все забудут и никакие доклады никакой комиссарши ничего не поменяет. Будем надеяться, что в Армении это понимают. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие и напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии наш вопрос отвечал парламентарий Джангус Эльвич. Жахам, большое спасибо. А по зуму с нами общался депутат парламента Азербайджана Асим Малазаде. Асим Малам, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Спасибо, до свидания. Я на Винае в эфире телеканал АСИБС. Была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Станам Заев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»